Всем привет, вы на канале Apollo Games и сегодня мы поиграем за мутированных динозавров в игре Vial. Я наконец-таки до них добрался, ну правда с помощью сервера Age of Dino. Я пытался получить у китайцев, как вы знаете, наверное уже все, месяц назад или что-то около того, они появились на китайских серверах и никто не понимал откуда, что, зачем, ну до сих пор толком ничего не понятно, но администрация Age of Dino получила возможность игры на этих гиперах и возможно она будет гнездить игроков, то есть не за деньги, а просто если игроки активные, то можно иногда их загнездить, например одного гипера в неделю, но я не знаю как точно это будет еще, но как бы игрокам дадут возможность на них побегать все-таки. Ссылка на дискорд этого сервера, если что, будет в описании под видео, а также на его сайт, где можно посмотреть всяких тоже динозавров. Ну и ладно, переходим мы к самим мутированным динозаврам, это у нас гиперэндокринальный карнотавр. Вообще эти мутации, они уже давным-давно как бы, ну все, зависли, потому что разработчики их не развивали, они только пообещали, но такую краткую информацию они в принципе дали, какими они будут. Тут их гиперэндокринальная мутация должна давать здоровье повышенное, повышенную регенерацию, плюс повышенный наносимый урон, конечно же, ну и рост. То есть больше, чем обычный карнотавр, ну и также как другие гиперэндокринальные динозавры, больше своих обычных сородичей. Но у них должны были быть и минусы, то есть им нужно было постоянно есть, чтобы, ну, у них восстанавливалось здоровье нормальное, плюс те, кто там прыгают, динозавры, они должны были не прыгать, если ты их не кормишь. И все в таком духе. Так, ну вот такой вот карнотаврик. Я не знаю, я сначала, когда его увидел, я же вообще изначально не видел всех этих гиперов. Это просто шок, ну типа, что за, не знаю, анкила и карнотавр, плюс что-то еще, какая-то булочка. Откроем менюшку, что у нас тут написано вообще? Тираннозавр какого-то фига, ну понятно, это просто еще ничего не доделано. 20 тонн, типа, я вешу. Укус 1200. 56 километров в час скорость. Ну такое, тут ничего толком не показано. Вот тут, вот здесь вообще должны быть мутации, но, опять же, все не доделано. Админы, конечно, будут смотреть, чтобы гиперы никого не убивали. Так, давай-ка мы посмотрим еще что. Крики. Это на однерочку. Это на двоечку. На три. И вот это вот на четверочку. Ну еще на F. Динос, конечно, супербыстрый, но он так топает, офигеть. Ну, конечно, он там чуть ли не 20 тонн весит. Хотя, может быть, это тираннозавр весит 20 тонн, а гиперкарно чуть поменьше. Ну фиг его знает, у тираннозавра тоже глянет. Ну и давай попробуем спрыгнуть. Все равно сейчас я буду показывать уже второго. Ух. А вот так вот у нас выглядит гипергига. То есть, опять же, гиперэндокринальная мутация, только уже с гиганатозавром. У нее раздвоенная челюсть, правда, я бы сказал, расстроенная. Даже не знаю, как это показать. Так, давай ты присядешь. Может быть, вот так вот лучше будет. Вот. Ну, офигеть можно. Так, давай еще раз. Не хочет он мочку показывать, короче, нормально. Так, покусаемся. Давай-ка мы еще откроем вот это вот. Тут уже нормально написано. Да, гигантозавр. Тоже 20 тонн, 37 километров в час. Блин, гига бы нормальная, так бы бегала 37 километров в час. Ну-ка, давай попробуем пройтись немножко. Офигеть, следы просто остаются. Мне, наверное, нужно кому-нибудь из игроков прийти и просто показать вам разницу в размерах. Следы прям такая пятка здоровая. Давай немного покричим еще. На однерочку. На двоечку. Ну и давай на двоечку. Вот, если что, гига-адолт идет. Гига-сап и гига-адолт. Вот это вот гипергивия. Офигеть, просто чуть ли не в три раза как будто больше. Смотри. Ну ладно, в два. В два точно. Да нет, во все три. Он как мой хвост. Офигеть. Если они и по силе настолько различаются, то это вообще имба. Ну, скорее всего, да. И вот так вот выглядит гиперспина. Скорее всего, гипер, правда, но я не совсем уверен. У него такие вот еще шипы есть. И он, когда бежит на шифте, я просто встречал уже гиперспина. Он мимо меня пробежал на шифте и мне урон дикий нанесся. То есть, он типа как шипами своими бьет или что-то типа того. Но он вообще очень здоровый. То есть, я бы, конечно, опять сравнил с другими какими-нибудь динусами. Но боюсь их типа мешать нормальной игре другим игрокам. Так, давай еще поплаваем. Ну, как-то вот так вот, короче. Давай покричим. У него тоже двойная челюсть нижняя. У Гиги такое ощущение, что тройная. Вот у этого точно двойная. Да, вот так вот. А, кстати, забыл. У гиперкарна хорошо то, что у него лапки отросли. А то у простого карна такие лапки маленькие. А там прям лапища висят такие же, как у спина вот сейчас. Ладно, давай я все-таки прибегу к каким-нибудь игрокам. Вот такая вот разница у нас с обычными спинозаврами. То есть, он вообще суперздоровый. И вот, либо их пятки, либо моя пятка. Просто след тоже в два раза здоровее. Вот так вот у нас выглядит Гиперрекс. У него что, красные глаза? Да, прям краснющие, офигеть. Можно. Я вам еще одного Рекса сейчас покажу. Он какой-то для меня смешной. Но за него я поиграть не смогу. Говорят, что это просто какой-то старый Рекс. Ну, опять же, 20 тонн. 47 километров в час. Тираннозавр. Угу. Адолт. О, даже самка. Подожди, я могу гнездо поставить? Нет. Не получается у меня гнездо поставить. Но я просто решил проверить. Вот такие вот ребята. Давай покричим. У него хоть челюсть нормальная. Вот так вот выглядит какой-то магма Рекс. Я даже не знаю, что это за мутация. Вот такой вот он. По размерам чуть-чуть меньше меня. Ну, типа гипера. Но тоже больше обычного. Такое ощущение, что у него глаза зеленые. За него у меня тоже возможности нет поиграть. Поэтому смотрим его просто вот так. А вот этот спинозаврик из класса невротиничных мутаций. У него даже глаз нету, посмотри. То есть там есть какие-то щелки, но самих глаз нету. Он вообще какой-то, не знаю, очень странный. Их мутация вообще подразумевает уход в инвиз. То есть невидимость. И вроде как выход из тела. То есть ты можешь летать, смотреть, что вокруг происходит. А твой динозавр типа стоит. Ну, вот такие вот суперспособности у них должны были быть. Но их нет. То есть их же не доделали. Так. Гиперрекс еще один бегает. Давай хоть посмотрим анимацию, как он кушает. Ну, в принципе, ничего нового. Лапу вперед. И кушает. Так. Ты наелся там, что ли? Как-то голод у них вообще не утекает. Смотри, вода 98%. Я тут стоял всю ночь. Я ждал, пока рассветет, чтобы вам показать этого спиноча. Так. А кто там следующий у нас идет? Это вроде старый Рекс должен быть. Ой. Я ногу сломал, да? Да. 10 дамага. Вот он, старый Рекс. Не знаю, он вообще какой-то смешной. Какой-то проблемный подросток. Панк. Блин, поближе бы его как-нибудь показать. Такая лысая голова с какими-то мелкими шипами. Красные пятна. Красные глаза. И он пуховый. То есть на нем растительность какая-то есть. Да, конечно, круто было бы, если бы они были играбельные. Уже от самих разработчиков сделанные. То что. Не было бы дисбаланса. Ну ты прикинь, как вот сбалансировать эту 20-тонную тушу? Я вообще не представляю. Разработчики сейчас снова начинают говорить про мутации во время. Но я думаю, ждать их не стоит. Ну серьезно. Как ты их всех сбалансируешь? При том, что у них должны быть еще суперспособности. Ну то есть обычные диносы тогда вообще отлетают. Либо гиперов нужно делать какими-то не такими сильными. Не с такими суперспособностями. Но тогда они будут уже не такими интересными. Юта загрызла Рекс. Прикольно. Это же Юта. Ну да. Ну слабоватенький такой. Говорят то, что у него всего лишь 50 килограмм веса. Ну то есть он очень слабый какой-то. Я вообще не понимаю откуда. Это же не мутация. Это просто какой-то Рекс. А вот и летающий динос. Который в принципе был, оказывается, и в старом Виайле. Но он такой деревянненький, конечно. Но вот так вот. Очень странно. Он тяпает. Как гусь. Этот тираннозавр, кстати, сам отхилился очень быстро. Я даже не заметил. То есть я не садился вроде. И у меня лапа сама отрегенилась. В игре еще есть и брахиозавр. То есть, ну, не в игре, а в недоделанной игре. Так, я урон получу. Нет, мне кажется нет. Ё-моё, какой он ржавый. То есть в игре есть Камара. Которая в прогрессии недоделанная. Но ее хотя бы можно как-то получить. Потом Пуэрто. Ну, длина шеи, то есть. И брахио, которого нельзя получить. Ну, в принципе, моделька сама вроде неплохая. Почему его нельзя было добавить в прогрессию, не ясно. Но урон он как-то не наносит. Хвостом я тоже не получил. Ну так, прикольно, в принципе. Вот, кстати, лучше бы они за место Камары добавили брахио. Он как-то посолиднее выглядит для травоядного. Хотя, возможно, была проблема с тем, что кушать. Например, Пуэрто тоже не умеет есть. Если Пуэрто берут, то админы ее кормят. Ну, то есть Камара вроде как еще может кусты жрать. А вот брахио тоже бы навряд ли смог. Ох, урон я получаю все-таки. Только как-то странно, хитбокс работает. Неплохо так урона получил. Давай попробуем его покусать. Ох, как бы не отвалиться. Ну, урон не наносится. Наверное. А, да, вот так вот. Ладно. Брахио может наносить урон. Ладно. За гиперов мы вроде как набегались. Посмотрели их. Ну, делать за них толком нечего. У меня сейчас снимается основная серия. То есть, ну, за обычного Диноса. По гиганатозавру. Но я не знаю, когда я ее выложу. Я снимаю ее уже неделю. Я сначала понял то, что я играть за нее не умею. А потом, ну, просто невезуха какая-то полная шла. И я надеюсь, вскоре я ее досниму. И вы ее уже увидите на канале. Ну, а на этом я уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.